Здравствуйте! Вы смотрите репортерский отряд «Ты Нью». Пожалуйста, уберите от экранов детей и беременных, потому что я расскажу вам страшную-страшную историю в одном древнем-древнем городе, в Волжском, которому от 500 до 2000 лет, ну, ученые еще не пришли к единому мнению, стали происходить жуткие события, пробудилось древнее проклятие. Люди звонят в скорую помощь, жду, что к ним приедет белая-белая карета, а к ним приезжает черный-черный катафал и черные-черные гробовщики. Они говорят, здравствуйте, мы приехали по вашему вызову, пожалуйста, собирайтесь переодеваться, не надо, в морги вас переоденут. Губернатор Саратовской области поручил разобраться в ситуации, когда к пациенту на дом приехала не бригада врачей, а похоронная команда. Родные 92-летней пенсионерки вызвали ей скорую, но первыми на пороге появились сотрудники ритуальной службы. Еще когда только первый раз такая история попала в средства массовой информации, главврача скорой помощи Олега Андрющенко, вызвали в правительство области и как следует проглизмовали. Человек живой, просит оказать эту и ждет оказания этой помощи и приезжает в ритуальные услуги. Таких случаев у нас не было. Я не знаю, я работаю уже не первый год, я работаю на скорой 20 лет, начиная с фельдшеров. У нас не было таких случаев. Ну как же не было? В декабре 2015 год же был случай. Ну там не доказано опять-таки было. Ну понятно, но не доказано. Вот на это плохо бы рассчитывали, что там не доказано. Очень плохо. Олег Андрющенко обещал сделать клизму и своим сотрудникам тоже, но потом эта история повторилась во второй раз, а затем и в третий. Черные-черные катафалки ехали к сараторцам стремительно, сквозь пробки и ямы, как будто их просто не было. Главврач Олег Андрющенко начал действовать решительно и стал звонить в милицию. Алло? Милиция? Милиция? Эх, батюшка Олег Докторович, тут в милицию звоните не надо. Тут такие дела творятся, что милиция-то и не поможет. Пространственно-временной сдвиг. Параллельные вселенные пересеклись, а относительность одновременности нарушена. Катафалки-то на самом деле приезжают вовремя, но по времени другой вселенной. А по нашему времени получается, что гораздо раньше, и никто ничего понять не может. Мы людей собирали несколько раз, своих людей, и перекрестные вопросы, и совместные. То есть это нам надо было время на то, чтобы со своими разобраться сначала, хотя бы понять. Тут не в милицию звонить нужно, тут нужно звонить на канал РЕН и магам седьмой категории. Звони, Олег Докторович, звони поскорей, сними древнее проклятие. А то кое-кого другого снимут. Ну и хватит о страшном, нужно о прекрасном. О губернаторе Валерии Васильевича Радаеве, да. Он побывал в совхозе весна и посмотрел цветы, прошелся между грядок, вдохнул аромат, воодушевился. И сказал, что область нужно сделать лидером в агропромышленном секторе, в том числе и по выращиванию цветов. Там же в совхозе весна, не выпуская из объятий, Рос Валерий Васильевич сделал официальное заявление. Красота неповторимая, надо, чтобы во всех городах нашей области ваши цветы были. Наше ведущее предприятие по закрытым овощам 40 лет занимается любимым делом. К 8 марта все цветет. Надо никаких голландских цветов, тут все свое. Теперь у наших жителей будет отличное настроение. Ну, в Голландии тоже с их растением всегда хорошее настроение. А директору совхоза Валерий Радаев лично разрешил продавать цветы 8 марта возле администрации, как он сказал. Ну, имеется в виду театральная площадь. И даже, может быть, он сам придет торговать. Кстати, это отличная мысль, уважаемая прислужба правительства области губернатора и его имидж-отдел. Прислушайтесь и подумайте, как было бы великолепно, если бы Валерий Радаев 8 марта сам продавал за недорого цветы саратовским женщинам. Какой пиар-ход, а? Подумайте об этом. Эх, жалко, что айфоны не растут на грядках, как тюльпаны и ромашки. А то вот так можно было бы выписать из Калифорнии партию элитных семян айфона обыкновенного и посадить в совхозе весна. К осени снять урожай. А можно было эти семена скрестить с продукцией саратовского радиоприборного завода и получить нечто вообще уникальное. Такой гибрид морозоустойчивый, несгораемый и ударопрочный. Жалко, что не растут айфоны на грядках. За рождение нового кумира саратовских подростков депутат саратовской областной думы, Леонид Песной может им стать. Дело в том, что на очередном заседании депутаты приняли поправки к закону, который запрещает подросткам и несовершеннолетним посещать вейп-салоны. Ну, вейп-салоны, ну, вот эти вот дымовушечки. Ну, что ж, хорошо, нормально, правильно, не возражаем. А еще раньше этим законам подросткам и несовершеннолетним было запрещено посещать пив-бары, рюмочные и секс-шопы. А Леонид Песной об этом не знал. Он заслушал, когда все это сказали, и удивился. Леонид Саныч вопросил, а где же он, ну, подросток, должен презервативы купить? Помету я о своем суровом, дефицитном юношестве, где презервативы были сделаны из автомобильной камеры и имели всего два запаха. Свежая резина, женная резина. Спасибо, Леонид Саныч, от всех подростков области, хоть и не подросток, за заботу и понимание. И я скажу вам, где нужно продавать презервативы. Ну, не в продуктовых же магазинах, не в аптеках, там везде полно бабушек, которые вечно что-то покупают, и они могут криво и косо посмотреть. А презервативы нужно продавать. Возле школ. Вам кажется, это чем-то умопомрачительным? Вы готовы упасть в обморок, да, что он несет? Проведите мысленный эксперимент. Что вас больше умопомрачит, и от чего вы больше упадете в обморок? Если увидите, что возле школы стали продавать презервативы, ну, для подруг, скажем, для старшеклассников. Либо, если ваш сын или дочка, я не знаю, придет домой вдруг как-то вечером, потупит глаза и скажет, мама, папа. Ну, в общем, такое дело. Скоро вы станете немножко бабушкой и дедушкой, да? Что вас больше удивит? И на этом мы прощаемся с вами. Напоминаем, что репортерский ответ не несет никакой ответственности за все сказанное в программе, кроме части про презервативы. Будьте здоровы, не болейте и пореже вызывайте скорую помощь. Пока.